Именно в проблему существует в сфере водоснабжения. Сегодня в городе приходят два водовода, которые обеспечивают метр 15 тысяч барабных метров, кубических метров в сутки. Потребность около 50, поэтому предложено проектом строиться двух водоводов. Проект в области туристической инфраструктуры – это канатная дорога, общая протяженность около 3 километров. Перепад от моря до крепости составляет около 190 метров и трафик 500 человек в час по данной канатке. Нижняя станция канатки у нас проходит на набережную, общая протяженность планируемой набережной – 12 километров. Первый этаж составит 1,5 километра. 1,5 километра – это историческая часть города, протяженность двух стенок. Здесь изображена достаточно депрессивная территория, корея города, отработанный камерный корея, площадь 24 гектара. Сегодня он представляет такую заброшенную территорию. В рамках реанимации данной территории было подготовлено предложение совместно с голландским бюро «Дром». Часть территории отвезти под парк площадью 9 гектара с культурным центром, так как в рамках аналитических исследований было подтверждено, что данный район вообще не обеспечен культурной и социальной инфраструктурой. Было предложено разместить на площади культурный центр, было предложено разместить детский сад, школу на 500 мест и жилую застройку. Первый этап у нас здесь около 90 тысяч квадратных метров, второй этап еще около 100 тысяч квадратных метров. Это все обеспечено инфраструктурой. Это один из первых проектов комплексного развития территории. Есть еще один проект, он еще более масштабный, это комплексное развитие микрорайона «Южный», который предусматривает строительство духовного комплекса, мечети, храма, синагоги, объединенных в едином общественном пространстве. Это такой современный символ трех религий, так как Дербент является городом трех религий. Исторический, вокруг этого общественного пространства у нас располагаются гостиницы, коммерческие площадя. Далее подробнее, вот духовный комплекс, общая площадь 28 тысяч квадратов, площадь благоустройства 40 гектаров. Жилье по новым стандартам 500 тысяч квадратных метров. А можно подробнее про духовный комплекс? Про духовный комплекс. Вы так как-то быстро сказали. Да, если подробнее, это мечеть на 8888 мест, которая расположена в парке, рядом с ней расположен храм и синагога. Они объединены единым общественным пространством, как сверху, 8888 мест и 8888 мест в каждом из них. Да, общая площадь всех 28 тысяч квадратных метров. Они объединены как на верхнем уровне общественного пространства в виде парка, так и на нижнем в виде помещений, связанных с библиотекой, конференц-залом, то есть некий конверс-холл для проведения мероприятий. Кажется, чужин просто. Кажется, надо больше рассказывать во время презентации, потому что мне кажется, что чужин. Совершенно согласен. И что интересно, все это преподнесено в современной архитектуре, то есть это современная интерпретация нашей истории и говорит о том, что религия неконсервативно развивается. Также в рамках стратегии хотелось бы сказать об обездной дороге города Дербента, потому что это немаловажная история. 7 километров федеральная трасса проходит через ткань города, что существенно ограничивает трафик на этом участке. Средняя скорость 30-40 километров в час. Соответственно, это создает проблемы при маятниках миграции и в город, на выезде из города, и создает проблемы тем, кто движется по пути с север-юг на данном участке. Знаем, что правительство работает над этим проектом. Хотелось бы просто обозначить важность мероприятия. Отдельная тема для нас это комплексное благоустройство строит, потому что если мы говорим о историческом поселении и туристах, то очень важно создать инфраструктуру, пешую инфраструктуру туриста, который ходит по городу. Это должен быть пешеход, который пройдет по городу несколько часов и будет наслаждаться окружающей средой. Это то, что уже реализовано. Мы реализовали первый этап маршрута «Туристическая миля». Это маршрут, объединяющий пешеходный маршрут от цитадели до побережья. Буквально несколько недель назад провели открытие. Пешеходный переулок Казимбека тоже очень интересный пример. Подробнее расскажу далее. Комплекс «Кархляр» — это религиозный комплекс. Провели по новому регламенту улицу Урзаева. И один из блоков — это благоустройство исторической части. Проект выиграл два арты в конкурсе малогородово-исторических поселений. И сейчас продолжается в рамках реализации государственной программы комплексного развития деревен. Сегодня у нас реализуется комплексное благоустройство Соснового города. Это территория непосредственно принесет из цитадель Наринкала, куда приходит вторая верхняя станция канатной дороги. Мы реализуем второй этап уже туристической милии. Приступаем к парку «Патриот». Это парк на площади 15 гектаров на побережье моря. Он уникален тем, что, в отличие от других парков, он еще и рекреационный. Он прямо на берегу. Ядром данного парка станет экраноклон «Бунь». На завершающей стадии близится уже парк «Низами», в котором будет... Вот он здесь расположен. Парк «Низами-Гинжавири». Это тоже проект уникальный с точки зрения решений, так и с точки зрения реализации. В центре здесь самый большой фонтан, самый большим водным экраном 70 на 70 метров. Фонтан подарен городу Сбербанкам. Немного про локальную экономику. У той улицы, о которой я сказал, улица Казинбека, протяженность этого перелока 300 метров. Было вложено 20 миллионов. Вот мы видим до-после. После реализации на сегодня уже плюс 30 объектов общепитов и различных ритейлов. И плюс 80 рабочих мест. На этом опыте мы понимаем, насколько важно работать и с городской токанью, и какой результат, в том числе экономический, будет после реализации многих проектов.